29 апреля в Кстовской коррекционной школе-интернате состоялось торжественное открытие комнаты психологической разгрузки о волшебном мире здоровья в репортаже наших корреспондентов. Я думаю, что такая комната, как наша, она вообще впервые открывается в Нижегородской области. Комнаты психологической разгрузки открывались часто, то есть уже опыт работы имеется и в Нижнем Новгороде, и в других районах области. Но на территории города Кстова, да, с использованием таких вот современных новых технологий, я думаю, что наша комната, она уникальна. Сенсорные комнаты – это пространство, организованное таким образом, что находящийся в ней ощущает полный покой, комфорт и безопасность. Пребывание в такой комнате снимает стресс, улучшает психофизическое состояние и повышает работоспособность. В таких помещениях используется специальное световое оборудование – фиброоптика, звездное небо, сухие бассейны. Теперь такая комната есть в стенах коррекционной школы-интерната, на базе которой реализуется проект «Жизнь без барьеров». Вообще, это, скажем, результат большой работы, потому что, когда мы начинали работать с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, мы об этом даже не мечтали, что администрация Кстовского района, администрация города Кстово и депутаты вообще такое внимание уделять детям и семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы об этом мечтать не смели даже. Хорошо, когда мечты сбываются. Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья – дело нелегкое и требующее колоссального напряжения сил. Работа нервной системы детей и взрослых в будничном ритме зачастую приводит к повышению психического напряжения, а не умение абстрагироваться от проблем, расслабляться, выходить из стрессовых ситуаций к различным заболеваниям. Обстановка и в целом интерьер кабинета вызвали у посетителей только положительные эмоции и оказали благоприятное воздействие. Находясь буквально несколько минут, я здесь уже немножко отдохнул, расслабился, получил метод релаксации. Хорошее помещение, хорошее оборудование. Понятно, что оно функционально будет использоваться максимально возможно. Хочется отметить, что сказать спасибо большое, конечно, фонду помощи детям-середам, Сафрону Елене Валерьевне, городской власти, коллективу, школу-интернат за организацию вот этой работы. Комната психологической разгрузки – это не последний проект. 1 июня планируется открытие лейкотеки на базе 33-го городского детского сада. Мы видим задачу в том, чтобы эти две площадки максимально были загружены, чтобы эти услуги, которые будут прилагаться на этих площадках, были востребованы. Где-то в душе очень надеюсь, когда эта идея зарождалась, разговор ушел вокруг того, что, возможно, на Аксовской земле когда-то, будем надеяться, что мы это с вами увидим, появится полноценный реабилитационный центр для восстановления и детей, и взрослых именно с ограниченными возможностями.